Главное политическое событие сегодняшнего дня. Послание главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. Руководитель региона представил программу «Действием». Перед этим рассказал о результатах работы и положении дел в республике. Программа определяет основные направления развития региона на предстоящий год, каким темам глава уделил особое внимание и справятся ли с поставленными задачами руководители ведомств и парламентарии. Об этом в специальном репортаже нашего корреспондента Альбины Ламковой. Главное политическое событие республики состоится через несколько минут. Местом его проведения стал дворец культуры Черкеска. Собрались на него представители разных профессий. Доклад послания охватывает обширный круг вопросов, поэтому и интерес к этому событию огромен. Этот год не стал исключением. В него были включены политические, экономические и идеологические положения. Основные направления – внутренние и внешние политики. Первое, что озвучил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, касалось специальной военной операции. О том, какую помощь оказывает республика в этом направлении и на что нужно обратить внимание. Так он поручил правительству региона ввести новые меры поддержки для участников СВО. В частности, создать кадровый резерв для их последующей работы в органах госвласти. Общество сплотилось и слово «патриотизм» наполнилось новым смыслом. И мы видим, насколько силен дух патриотизма в нашей республике и в России в целом. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов обратил внимание, что для поддержки военнослужащих и их семей также будет выплачиваться региональный материнский капитал, начиная с рождения первого ребенка. По возвращении с территории СВО в случае желания открыть свое дело, военнослужащие могут воспользоваться поддержкой в рамках соцконтракта за счет республиканских средств. Кроме этого, для всех участников СВО и членов их семей разработаны и действуют региональные меры поддержки. Уровень жизни региона напрямую зависит от состояния экономики. Прошедший год был не из лучших. Не только для нашей республики, но и для всей нашей страны. С одной стороны, оказали влияние на многие отрасли, потребовали переформатирования устоявшихся экономических связей, но с другой, позволили с новой силой использовать собственные возможности для наращивания конкурентоспособного внутреннего регионального продукта. По поручению президента Российской Федерации, огромную работу по обеспечению устойчивости экономики, и поддержки бизнеса провело правительство Российской Федерации. В тесном взаимодействии с полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Яковлевичем Чайкой. Отдельно хочу поблагодарить вице-премьера правительства Российской Федерации, куратора Северо-Кавказского федерального округа Александра Валентиновича Новака. Благодаря мерам и решениям, принятым на федеральном и региональном уровнях, нам удалось максимально нивелировать негативные последствия экономических санкций, а по многим направлениям показать устойчивый рост, отметил глава региона. По итогам 2022 года индекс промышленного производства вырос. По сравнению с 2020 годом темп роста объема инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, увеличился почти вдвое. Более чем наполовину выросла инвестиционная составляющая регионального бюджета. Завершены пять инвестпроектов общей стоимостью 22 миллиарда рублей. Меня, конечно, с большим интересом привлекал экономический блок. Естественно, на ходу все цифры так не переваришь. И я намерен, например, с карандашом в руках снова посидеть с этим докладом. Определены направления, на которые надо делать упор при формировании бюджета на следующий год. И депутатским корпусом на это будет обращено христианное внимание. То есть все задачи, которые перед республикой стоят, мы знаем. Глава их осветил. И я надеюсь, что они все будут в следующем году решены. Общий объем выпуска продукции в области сельского хозяйства тоже вырос. Немаловажным аспектом динамики в отрасли стали меры господдержки на развитие агропромышленного комплекса. Направлены средства на развитие мясного и молочного скотоводства, на производство и реализацию зерновых культур, на закладку интенсивных садов, поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Будем надеяться, что все, что он озвучил, будет применимо в нашем регионе, что наши фермеры наконец-то получат ощутимую поддержку. Проблем сегодня в сельском хозяйстве более чем достаточно. Это и погодные условия, это и экономическая ситуация в стране. Но с таким тылом, как сегодня озвучили, мы будем надеяться только на лучшее. На этот год предусмотрены новые меры поддержки производителям картофеля и других овощей. Важно, что этими мерами смогут воспользоваться наравне сельскохозяйственными предприятиями и самозанятые граждане, отметила глава республики. Был сделан акцент на развитие мясного и молочного скотоводства. Начиная с прошлого года, Карачаево-Черкесия уверенно движется к позиции лидера по овцеводству в стране. Группой компании «Домотэ» реализован масштабный инвестиционный проект по развитию индустриального мясного овцеводства. Завершена реконструкция и запуск мясоперерабатывающего завода высокой мощностью переработки. Также компания реализует на территории республики проект по строительству комплекса «Подкорму овец». Немалую лету в увеличении производства тепличных овощей в России вносит наше предприятие «Агрокомбинат Южный». В этом направлении в республике открываются новые производства. Приоритетом в сельском хозяйстве считается садоводство. Реализовано два крупных проекта по закладке садов интенсивного типа общей площадью 1000 гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью длительного единовременного хранения. Главой Корчаева Черкесии было дано поручение вдвое увеличить объем средств для защиты сельскохозяйственных культур от городобития. Также до 1 августа текущего года правительству республики совместно с главами муниципалитетов представить предложение по решению проблемы с беспризорными собаками на всей территории республики. Было поручение модернизировать республиканскую ветеринарную лабораторию, обеспечить необходимым оборудованием и транспортом. Особое внимание в регионе уделяют туризму. Отрасль активно развивается, есть успехи. Наши курорты пользуются большим спросом. Учитывая динамику и перспективы дальнейшего развития отрасли, привлечен высокий объем инвестиций. Будет реализовано два крупных проекта, что позволит создать более 9 тысяч новых рабочих мест для систематизации деятельности курорта Домбай и повышения качества предоставления туристских услуг, было поручение создать управляющую компанию. Помимо решения первоочередных задач в экономике и социальной сферах, прошлый год был ознаменован празднованием столетия Корчао-Черкесии, отметил глава республики. Несмотря на непростую ситуацию, удалось не допустить срывов намеченных мероприятий и обеспечить их практически стопроцентное выполнение. В 2022 году поставили новый региональный рекорд водожилья. Скажу, что сейчас в работе находится рекордное количество строящихся объектов водоснабжения. Важные мероприятия проведены по обеспечению жителей республики качественной питьевой водой в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и современный облик сельских территорий. Качественное энергосбережение имеет большое значение в нашей республике. Учитывая, что ежегодно увеличивается количество строящихся объектов, возводится новый микрорайон, развивается туристическая инфраструктура, строятся объекты в промышленном и агропромышленном комплексе, отметил глава региона. На территории республики большое внимание уделялось проведению мероприятий по защите и восстановлению лесов, ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, защиту населения от негативного воздействия паводковых вод. Визитной карточкой республики служат дороги. От их состояния зависит настроение жителей, безопасность и желание гостей курортов еще раз вернуться к нам, отметил в послании глава региона. Еще рассказал, какая работа в этом направлении проводится и будет продолжена в будущем. Рашид Тимрезов обратил внимание на тот факт, что даже с учетом большого объема выполненных работ по ремонту дорог, количество ДТП в республике остается высоким. В рамках мероприятий по повышению качества и доступности цифровых сервисов для населения и бизнеса ведущими операторами связи и провайдерами при поддержке Министерства цифрового развития Корчаева Черкесской Республики в условиях санкционного давления недружественных стран построены и модернизированы базовые станции. Работа с обращениями граждан имеет важное и приоритетное направление работы органов власти всех уровней. С этой целью внедрена платформа обратной связи. «Хочу обратить внимание, что глава республики почти в каждой отрасли ссылался на обращения граждан. Это демонстрирует то, какое пристальное внимание он обращает работе с обратной связью и вообще в принципе вся работа органов власти строится вокруг потребностей обычных жителей нашей республики». Большое количество обращений к граждан касалось вопросов в социальной сфере. Глава Корчаева Черкесии рассказал о том, что уже сделано и предстоит. Были даны поручения различных мер поддержки. «Рождение ребёнка всегда отражается на материальном благополучии каждой семьи. И, конечно, увеличение размера материнского капитала до 150 тысяч рублей. А размеры единовременной выплаты при рождении третьего ребёнка до 50 тысяч рублей, конечно, будет хорошим подспорьем для каждой семьи и достаточным стимулом для повышения рождаемости в нашей республике». Президент Российской Федерации уделяет приоритетное внимание первичному звену здравоохранения. В республике полным ходом идёт реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, отметил глава региона. В 2023 году в рамках программы модернизации будет построено и отремонтировано 20 объектов здравоохранения. Одним из новшеств развития отрасли здравоохранения является установление коротких коммуникаций между пациентом и медицинским сообществом. В последние годы были предприняты существенные меры по совершенствованию кадрового потенциала, повышению его профессионального уровня, оптимизации численности и состава. В рамках реализации национального проекта образования в республике создаются условия для развития современных компетенций у детей, педагогов республики. Открываются центры образования. Проводится работа по снижению бумажной нагрузки на учителей, систему мер профессионального развития. Поручение сегодня касалось повышения квалификации педагогических работников. А именно, в первую очередь, необходимо определить и провести всю диагностическую работу по устранению профессиональных дефицитов. И только потом определять и повышать качество образования. Этой работой сегодня мы и занимаемся непосредственно в Министерстве образования и науки. Мне понравилось особенно то, что у нас сделана большая работа по трудоустройству граждан. 10 тысяч рабочих мест только в 2022 году. Посланник глава Карачаева-Черкесии отметил растущий общественный запрос на занятия физической культурой и массовым спортом в республике. Строятся и сдаются спортивные объекты. Растет количество победителей спортивных соревнований. Большое внимание уделяется развитию культуры в малых городах и в сельской местности. Благодаря национальному проекту в республике интенсивно развивается инфраструктура отрасли. Построены новые дома культуры. Сегодня глава в очередной раз подчеркнул важность культуры, но в то же время обратил внимание на те задачи, которые уже длительный срок не решаются. В частности, это наполнение практической ежедневной работы домов культуры, которых у нас на селе за последние годы уже более пяти десятков построено и отремонтировано. Сейчас стоит задача ежедневную эту работу, а это не меньше трех кружков, еженедельные различные выступления, гастроли и новые форматы, которые привлекут в дома культуры и детей и старшее поколение внедрять. Эффективная реализация государственной молодежной политики находится в центре внимания правительства республики, отметил глава Карачаева Черкесии. Проведена большая работа по финансовой поддержке в реализации социально значимых инициатив молодежи. Укреплению политической стабильности и согласию в республике способствуют сохранению гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений, отметил глава региона. Одним из важных событий в религиозной жизни республики стало открытие главной соборной мечети. Поблагодарил духовенство за большую работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, за взаимодействие с органами власти в вопросах укрепления межнационального и межконфессионального согласия. В заключении детального плана действий, которого будут придерживаться в работе региональные власти и муниципалитеты в течение года, глава республики Рашид Тимрезов отметил работу всех, кто активно принимал участие в развитии и повышении социально-экономических показателей в республике и реализации задач, направленных на улучшение качества жизни наших граждан. Поблагодарил за поддержку. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Алий Бастанов, Вести, Корчаева, Черкесия.